Онкологические заболевания приводят к тяжелым, порой непоправимым последствиям. Болезнь быстро прогрессирует, плохо поддается лечению. Количество больных ежегодно увеличивается. Всего в мире насчитывается зарегистрированных 24,6 миллиона случаев рака. И ежегодно регистрируется около 10,9 миллионов новых онкологических пациентов. Цифры заставляют задуматься каждого, почему так много людей болеет раком. Откуда берется эта болезнь и что предпринять для профилактики образования опухоли? Что такое рак как болезнь? Рак – это наиболее распространенное злокачественное новообразование. Опухоль растет из эпителиальных клеток. Хотя в народе любой злокачественный онкологический процесс называют раком. Люди считают каждую недоброкачественную опухоль раком, но как ни назови, суть это не меняет. Злокачественная опухоль, мы также будем именовать ее раком, отличается бесконтрольным, быстро прогрессирующим делением клеток. Отсутствием в этих клетках типичной структуры, их так и называют атипичная. Невозможность сохранения необходимой функции атипичными клетками. Способность прорастать в окружающей ткани и распространяться в виде метастазов в другие органы через кровь или лимфу. Вероятность развития интоксикации, нарушения обмена веществ, водно-солевого дисбаланса. Присутствие в теле человека такого очага приводит к расстройству работы всех органов и систем, делает невозможным правильную жизнедеятельность. В основе появления таких нарушений лежит сбой, происходящий при образовании новых клеток. Обусловлен он повреждением ДНК, то есть генетическими мутациями. Приводят к таким последствиям определенные факторы, получившие название канцерогенов. Рак развивается, когда нарушается структура генов, отвечающих за размножение, рост и созревание клеток. Подвергшиеся изменениям на генетическом уровне, клетки теряют способность выполнять свою функцию, прогрессивно размножаются и распространяются по организму. В результате страдает работоспособность сначала одного органа, а потом и всего тела человека. Эти бесполезные в плане функциональной активности клетки забирают на себя полезные питательные вещества, поступающие в организм, что провоцирует нарушение метаболизма, приводит к сбою в образовании нужных клеток крови, необходимых гормонов, ферментов. За счет этого страдает деятельность сердца, сосудов, головного мозга. Мышцы ослабевают, кожа теряет тонус, нарушается газообмен. Порой даже небольшая по размерам опухоль может привести к тяжелым последствиям. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, чтобы всегда знать, о чем будет следующий сюжет. Факторы, провоцирующие рак. Генетические нарушения, в результате которых развивается онкология, появляются под влиянием экзогенных из внешней среды и эндогенных, образующихся в теле человека моментов. К экзогенным факторам относятся избыточное ультрафиолетовое облучение. Солнечные лучи способны нарушать генетическую структуру клеток. Радиация, ионизирующее облучение, повреждает ДНК, способствует появлению опухоли. Такое влияние происходит при длительном, не сильном излучении или после даже однократного получения высокой дозы. Электромагнитные волны. Они провоцируют хроническое воспаление и, как итог, приводят к появлению рака. Это случается при регулярном и интенсивном воздействии, которому подвержены люди, чья профессиональная деятельность связана с электромагнитными полями. Постоянная механическая травматизация, приводящая к необходимости частой замены клеток, может дать сбой в последовательности генов в ДНК. Контакт с химическими агрессивными веществами на рабочем месте и наличие их в окружающей среде. К таким канцерогенным средствам относятся, в частности, пестициды. Продукция нефтехимического производства, поливинилхлориды. Наличие хронических вирусных инфекций, присутствие в организме папиломовируса, ВИЧ, вирусов гепатита В и С. Использование некоторых препаратов. Особенно увеличивается риск при неконтролируемом применении гормональных средств. Эндогенные факторы. Возраст. С увеличением количества прожитых лет риск онкологии возрастает. Наследственная предрасположенность. Наличие избыточной массы тела. Риск у людей с ожирением выше. Нарушение в работе иммунитета и гормональная дисфункция. Наличие хронического воспалительного процесса, доброкачественных образований, в том числе полипов. Важными моментами, способными повлиять на возможность появления рака, являются присутствие вредных привычек и неправильное питание. Привычки, способные провоцировать онкологию. Среди многих привычек, которые люди считают вредными, в плане возможности появления опухолей, лидируют. Табачный дым содержит химические вещества, способные провоцировать мутации клеток. Но воздействие на генетический код клеток связано не только с токсическим влиянием смол, выделяющихся при курении папирос, сигар, сигарет и даже просто табака, но и влиянием никотина на сосудистые стенки и нервные клетки. Под влиянием любого вида дыма, даже от кальяна или электронных сигарет происходит раздражение слизистой оболочки, формируются очаги хронического воспаления. Курение может провоцировать опухоли разной локализации, но чаще у курящих развивается рак легкого или органов верхних дыхательных путей, полости рта, желудка. Алкоголь. Употребление алкогольных напитков приводит к интоксикации организма. Токсины влияют на происходящие биохимические реакции и нарушают правильное построение генов. Происходит нарушение генетического кода клеток и появляется мутация. В первую очередь страдает печень, которой приходится бороться с токсинами, образующимися в процессе расщепления этилового спирта. Закономерна такая последовательность. Токсический гепатит, алкогольный цирроз печени, первичный рак печени. К другим локализациям относятся кишечник и молочные железы. Наркотики. Здесь много факторов, способных привести к развитию онкологии, но жизнь наркоманов часто обрывается в молодом возрасте от передозировки. При длительном использовании любых наркотических средств создается реальная угроза развития онкологии в результате заражения ВИЧ или вирусными гепатитами, постоянно присутствующей интоксикации, отсутствие соблюдения режима дня и правильного питания. Любовь к принятию солнечных ванн и посещению солярия. Ультрафиолет следует принимать дозированно и не стремиться к насыщенному загару. Этот вид излучения провоцирует развитие в первую очередь рака кожи. Не стоит бывать под палящим солнцем в период его самой высокой активности, в период с 12 часов дня до 18 часов вечера. Сидячий образ жизни. Отсутствие достаточной двигательной активности. Привычка проводить свободное время, сидя в кресле или лежа на диване, приводит к ожирению, одному из способников онкологии. Кроме того, длительное пребывание в положении сидя уменьшает интенсивность дыхания клеток, особенно в нижней части тела. Кислородная недостаточность приводит к возможному поражению онкологическим процессам, половых органов и прямую кишку. Еще одной привычкой, способствующей появлению рака, можно назвать неправильное питание. Как питаться для профилактики онкологии? Питание имеет важное значение для здоровья человека. Правильное здоровое питание повышает качество жизни, уменьшает риск развития многих хронических болезней, замедляет старение организма. Вот и для профилактики онкологии следует придерживаться определенных рекомендаций диетологов. Что надо есть и что не надо, чтобы не было онкологии. По данным ученых, изучающих рак и другие злокачественные опухоли, около трети всех случаев онкологии связаны с неправильным питанием. И именно здоровое питание – основная профилактическая мера образования раковой опухоли. Здоровое антираковое питание подразумевает не только отказ от определенных продуктов, но и применение щадящих способов приготовления пищи. Следует не использовать или применять очень редко такие варианты обработки продуктов. Жаренье с использованием жиров. В прожаренных частях образуются в большом количестве канцерогены. Консервирование с использованием соли, которое приводит к нарушению водно-электролитных соотношений, что стимулирует мутации. Маринование. При таком воздействии некоторые продукты приобретают новые свойства, стимулирующие появление атипичных клеток. Приготовление на гриле с образованием румяной корочки, именно в ней образуются канцерогены. Копчение. Дым, применяемый при копчении, обладает токсическим действием и передает эти свойства готовому продукту. Для того, чтобы снизить возможность образования опухолей, необходимо исключить полуфабрикаты и фастфуд, газированные сладкие напитки, покупные сладости, колбасы и колбасные изделия. Пища должна состоять в основном из натуральных продуктов, содержать достаточное количество витаминов и клетчатки. Дополнительно следует использовать помидоры, содержащие высокую концентрацию активного антиоксиданта ликопин, защищающего клетки от свободных радикалов, канцерогенов. Овощи из семейства крестоцветных, в особенности брокколи и цветная капуста. Они славятся наличием изотиоцианатов, веществ, вызывающих разрушение измененных генетических клеток. Чеснок, способный разрушать раковые клетки. Ягоды и цитрусовые, в них большое количество аскорбиновой кислоты, активного антиоксиданта и врага атипичных клеток. Океаническая рыба и морепродукты содержат комплекс минералов и ненасыщенные жирные кислоты, помогающие противостоять хроническому воспалению и, следовательно, раковому перерождению. Свекла, богата бета-цианинами, красными пигментами, способными бороться с мутировавшими клетками, замедлять и даже останавливать их размножение. Бобовые, и в особенности соя, имеют в своем составе фитоэстрогены, снижающие риск появления онкологии. Гранаты. Фрукты, богатые антиоксидантами и другими веществами, оказывающими противоопухолевое действие. Внимание! Представляю вам продукты, которыми пользуюсь лично. Мы разработали целый комплекс мероприятий, приводящих к оздоровлению, нейтрализующих вредное влияние токсинов и канцерогенов, восстанавливающих обмен веществ и генетическую основу клеток. Благодаря натуральным продуктам, применению озона, жизни по специальной методике, человек обретает возможность длительно сохранять молодость, меньше болеть, лучше себя чувствовать, активно трудиться в любом возрасте. Озонированные масла, озонированная вода, специальные фильтры, поглощающие излучение, гуминовая и фульвовая кислоты помогут сохранить внешнюю красоту, прекрасное здоровье всех органов, высокую умственную и физическую работоспособность. Наши продукты выпускаются в разных формах. Каждый человек может подобрать для себя наиболее удобный вариант применения. Все подробности узнаете, если перейдете на наш сайт Биопатриот. Попробуйте и не пожалеете. Наша продукция не вызывает побочных эффектов. Безопасно, сделана на основе натуральных ингредиентов. Эффективна и проста в употреблении. Если хотите меньше болеть, не стареть, быть бодрым и хорошо выглядеть, то обратите внимание на то, что мы производим. Мы помогаем каждому, кто к нам обращается. Ждем с вами встречи. Глубже изучить процессы онкологии можно на канале Биопатриот. Современные исследования доступны понятным языком по ссылке в закрепленном комментарии. Переходите обязательно и ознакомливайтесь. Правила профилактики рака. Коротко охарактеризовать образ жизни, в котором не будет рака, можно так. Поддержание оптимального веса. Делать все возможное, чтобы не набирать лишние килограммы. Ежедневное занятие спортом. Объявить войну гиподинамии. Отказ от блюд, способствующих повышению массы тела. Редкое использование блюд с высокой калорийностью. Основную часть дневного пищевого рациона должны составлять овощи, фрукты и другие растительного происхождения продукты. Употреблять в неделю не более половины килограмма красного мяса и не есть колбасы и копчености. Ограничить или совсем отказаться от употребления алкоголя. Максимально допустимая дневная доза 50 мл крепкого напитка или 300 мл сухого вина. Сократить потребление соли, в том числе соленых консервированных продуктов. Стараться не использовать полуфабрикаты и следить за качеством продуктов. Для профилактики онкологии следует регулярно посещать своего лечащего врача и проводить хотя бы минимальное количество обследований, позволяющих судить о функциональных особенностях организма. Следует помнить, что генетически обусловленные онкологические заболевания составляют не более 20% от всех случаев. Все остальные опухоли обусловлены образом жизни.